Товарищеский матч проходил в рамках развития водного пола в Московской области. В соревнованиях приняли участие юноши 2000 и 2002 года рождения. Основная наша задача и цель – это оздоровиться, чтобы дети получили удовольствие, но победить сильнейшие. Бассейны оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» пока не предусмотрены для водного пола. Но так как это игровой вид спорта, он пользуется большой популярностью, и ребята с удовольствием приходят. И в Видном и в Развилке сформированы две группы по 30 человек. И сейчас основная задача – выйти на профессиональный уровень. От Федерации водного пола уже поступило предложение вступить в ассоциацию. Есть востребованность, мы открываем группы. У нас в этом году детские группы, вот до 8 вечера у нас детские группы. То есть очень много детей, которые приходят и хотят заниматься. А раз они хотят заниматься, значит мы делаем то, что должны делать в этой жизни. Ватерполисты «Дельфина» уже принимали у себя в гостях такие команды, как «Витязь» из «Дюшор». В этот раз они сразились с командой «Нептун» из города Балашиха. Матч проходил в формате четырех сетов по пять минут. Для нас было очень важно приехать, чтобы ребята получили удовольствие, познакомились друг с другом. И надеемся, что в будущем будем еще чаще встречаться. За ребят пришли поболеть одноклассники, друзья и родители. У меня сын здесь занимается, вот он он, Денис. Мы только первый год занимаемся, на самом деле. Ну вот интересно, ему очень нравится. Я, правда, первый раз пришла, но мне очень нравится. Мы зря посвятились сегодня субботное утро, чтобы посмотреть, как наши играют с Голоской. Матч прошел в упорной борьбе, но так как он все-таки был товарищеский, было заметно, что игроки сделали все, чтобы в бассейне не было грубости. Самое трудное, потому что они хватаются и дерутся очень сильно, а так, в принципе, было легко. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. Дубль оформил капитан команды «Дельфин» Стас Круглов. Кому говорил, что пусть сам плывет, чтобы наперед кидал, ну, в принципе, пытался что-то делать в поле, кричал своим игрокам из своей команды. Следующие соревнования по водному полу пройдут в декабре. В них примут участие уже младшие группы. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.